День Города Первое соревнование по буксировке лыжника. Как собака может спасти человека? Итальянцев – партнеры. Соглашение подписано с двумя городами. В начале выпуска о дорожной теме. Платными останутся парковки около социальных объектов. Бесплатные места Ростелеком предоставлять отказывается. Зато требует расширить парковочное пространство. Это стало известно на заседании комитета городской думы. Подробности далее. Медицина стала платной. Припарковаться, например, около больницы номер 14 стоит денег. Причем платные парковочные места не имеют альтернативы. Ведь они начинаются от железнодорожного колледжа и заканчиваются частной территорией. Либо идти пешком с соседних улиц, либо платить деньги. Больше вариантов нет. Возле больниц должны быть бесплатно. Я так считаю. Больные люди подъезжают. Вот у меня, например, проблемы с позвоночником. И ставить негде. Откуда я пойду? Больницы, детские сады, школы, вузы, поликлиники. Все они относятся к категории социальных объектов и пользуются повышенным спросом населения. Ежедневно их посещают сотни, а иногда и тысячи людей. Но здоровье и образование теперь больно бьет по карману. Приблизительно около часа я стараюсь. Но если сидеть в очереди, ну где-то по-разному. Два и даже больше. Школа номер один. Платные парковки расположены с обеих сторон улицы. Бесплатная альтернатива в сотнях метров. Педагогический колледж окружен платными парковками с обеих сторон. Причем свободных мест на них не бывает. Городская дума уже выступила с инициативой сделать парковки около социальных объектов бесплатными. Однако договориться с их владельцем Ростелекомом пока не удалось. Более того, он требует расширить платное парковочное пространство Рязани. Может быть, сделать действительно расширить, но не за счет увеличения платных мест, а может быть, расширить за счет увеличения каких-то бесплатных мест. Хотя есть вот парковки для инвалидов, я согласна. Но вот около поликлиник мы еще страдаем, вот около детской поликлиники. Хотя все-таки там есть бесплатные места. Еще около каких-то женских консультаций, например, там вообще нет места бесплатного. А между тем представители областной думы поддерживают инициативу и готовы помочь в ее продвижении. Они отмечают, что федеральный закон с 30 декабря прошлого года позволяет отменять платные парковки рядом с социальными учреждениями. И заявляют, что если в январе в Рязани не будет принято конкретных решений, то они выйдут с законодательной инициативой на уровне региона. Жители города тоже фантазируют. С одной стороны, платная стоянка выливается в копеечку, с другой освобождает места от тех, кто приезжает по другим делам. Вот если бы, например, Ростелеком сделал бы какие-то, может быть, терминалы внутри этих объектов, в которые подразумевался бесплатный визит, и человек, припарковавшись на платном месте, приходил туда и, скажем, в регистратуре или в этом терминальчике, вбивал, допустим, номер своей машины, таким образом удаляя, ну или помечая в базе у них, что с этой машины не взимать оплату. Тогда эта зона осталась по-прежнему платной для тех, кто хотел бы в какие-то другие учреждения. И люди, которые приезжали в эти объекты, могли бесплатно парковаться. Ранее сообщалось, что увеличить период бесплатного пользования парковками у социальных учреждений технически невозможно. Единственный вариант – увеличить время на всех стоянках, но это повлечет увеличение тарифа. Напомним, что 90% дохода получает рост телеком, в казну города поступает лишь оставшиеся 10%. Как именно законодателям и бизнесу удастся прийти к компромиссу, пока неизвестно. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Как снизить смертность на дорогах региона? Ответ на этот вопрос опубликован в пресс-релизе регионального ОМВД. В документе отмечается, что наиболее тяжкие последствия вызывают ДТП, связанные со встречными столкновениями, опрокидываниями и наездами на пешеходов. Поэтому предлагается исключать выезд на встречку с помощью осевых ограждений, переоборудовать пешеходные переходы, проверить их освещенность, сделать сразноуровневыми, добавить искусственные неровности и ограждения перильного типа, а также увеличить количество световых табло «Внимание пешеход». Также предлагают сделать задержку красного сигнала светофора перед сменой режимов на 2-3 секунды во всех направлениях и увеличить число камер, фото, видеофиксации нарушений, правил дорожного движения. Нарушают ПДД и выплачивают штрафы. Нарушения показал мониторинг работы коммерческих перевозчиков по итогам прошлого года. Наиболее распространенные – это несоблюдение расписания движения, высадка и посадка пассажиров в неположенном месте, а также некорректное поведение водителей. Об этом и другом в нашем сюжете. Отношения к маршруткам у рязанцев разные. Одни считают их головной болью города, другие – суровой необходимостью. Причина проста. Маршрутки не выходят из свода к ГИБДД. За прошлый год они совершили более 10 тысяч нарушений ПДД. Выявлено более тысячи станий исправности автомобилей, которые нередко приводили к ДТП. По вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, произошло 115 ДТП, в которых пострадало 169 человек и 12 человек погибли. В 2018 году сотрудники региональной госавтоинспекции в рамках надзорных полномочий провели 163 проверки организации и индивидуальных предпринимателей. Из них 77 неплановых и 86 плановых проверок. Данные мониторинга администрации города скромнее – около 450 нарушений. Самое распространенное – это несоблюдение расписания движения. Причиной называют пробки. Расписание составлено таким образом, что, в принципе, водителям устраивать ралли на дорогу города не имеет смысла. Все возникает из-за того, что у нас уличная дорожная сеть достаточно перегружена, и водители стараются сократить интервал, то есть попасть в то расписание, которое ему предусмотрено. Из-за этого иногда возникают такие ситуации. А значит, могут пострадать пассажиры. Жителям города напоминают, что при чрезвычайной ситуации им может помочь обычный проездной билет. На нем указаны даты и время поездки. А значит, он является важным документом. Отрывать билет нужно самостоятельно при наличной оплате и просить чек при безналичной. В случае нештатной ситуации, допустим, дорожно-транспортное происшествие либо причинение какого-то вреда имуществу в общественном транспорте, данный документ будет являться подтверждением права на компенсацию по страховой выплате. Один из громких скандалов последних дней неверное списание средств при поездках в красных маршрутках. Стоимость проезда 21 рубль, а у людей списывали все 23. Нам пояснили, что сбой не носит системный характер. Однако в месяц поступает до 20 подобных обращений, связанные они с человеческим фактором. Водитель утром, когда выходит в рейс, он выбирает номер маршрута, по которому он едет. В системе предусмотрены маршруты со скидкой, маршрут без скидки. Водитель, к сожалению, в данном случае ошибся и выбрал маршрут без скидки. За этот день это была единственная операция, которая была совершена с этой ошибкой. Выявление ошибки происходит автоматически один раз в месяц. После проверки неверно списанные деньги возвращают обратно на карточку. Представители УНК пояснили, что писать заявление или обращаться по телефону не требуется. Исправлением ошибки занимается автоматика. В целом, по словам представителей администрации, мониторинговые мероприятия являются эффективными и позволяют держать ситуацию под контролем. С нарушителями проводятся профилактические беседы. К другим новостям. В 10 с лишним раз увеличился штраф для рыбаков-браконьеров. Он относится к категории ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Так, раньше за незаконный вылов одного экземпляра стерляди платили 420 рублей. Теперь эта сумма выросла до 4,5 тысяч. Подробности далее. Зимой условия для рыбалки не лучшие, однако браконьеров это не останавливает. В Ютубе десятки таких роликов. Нарушители опустили сеть в лунку. Улов не заставил себя долго ждать. Водная полиция в Рязани на третьем Барковском карьере проверяет, как ловят рыбу. Законы с этого года ужесточились. Правительство страны утвердило таксы для исчисления ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. За незаконно выловленную стерлядь придется заплатить в 10 раз больше, чем в прошлом году. Увеличились штрафы и на неблагородную рыбу. В судах, соответственно, был 250 рублей. Сейчас его цена составляет 3 тысячи 305 рублей. Щука 250 рублей была. Сейчас она стоит 952 рубля. За незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена уголовная ответственность. Либо судебный штраф, либо уголовная ответственность. Получается, условно, до двух лет. Николай отвез жену на работу, а сам решил пойти на рыбалку. Карьер в городской черте – идеальное место для тех, кто не хочет ехать зимой по занесенным снегом, дорогам или полям. Есть ли рыбу, можно посмотреть через специальную камеру. Нет, дно видно. Рыба отошла. Николай рыбной ловлей увлекается 25 лет. Ловят только на удочку. Браконьерством никогда не занимался. Приманки рвутся из-за браконьерских сетей. Ну, много минусов от них. Рыбы нету. Два часа сижу, поклевочки ни одной. Все от этого. В рейды водная полиция выйдет в период нереста с 1 апреля по 10 июня. В этот период для нарушителей такса будет применяться в размере 100%. Дина Ислева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Курс лекции, обмен опытом, показательные выступления бойцов СОБР и ОМОН. Начальники подразделений из 18 субъектов ЦИФОА приняли участие в учебно-методическом сборе. На нем подвели итоги работы вне ведомственной охраны за 2018 год, где Рязань заняла второе место. Сотрудники СОБРа штурмуют здание с террористами небольшими шагами. Под прикрытием 40-килограммового бронированного щита они пробираются к входной двери. А после такая же методичная работа внутри здания, немногочисленными отрядами по несколько человек. Каждое действие оточено многочасовыми тренировками, чтобы сегодня, словно в бою, доложить по рации. Чисто! Выходим! Условные заложники освобождены, а террористы такие же условные нейтрализованы. Вся операция заняла не больше двух минут. Это показательные выступления сотрудников СОБРа перед начальниками подразделений из вневедомственной охраны, у которых проходит учебно-методический сбор на территории учебно-тренировочной базы Управления Росгвардии Паризанской области. На протяжении нескольких дней с руководителями подразделения вне ведомственной охраны обменились опытом, мнением по вопросу организации служебной деятельности вне ведомственной охраны. Также во время учебно-методических сборов подвели итоги служебной деятельности за 2018 год, и Рязань заняла второе место. Отбор проходил по всем показателям. Это служебная деятельность, финансовая деятельность, выполнение планов доходов, снижение дебиторской задорности, раскрытие преступлений, административных правонарушений. Третий день оказался насыщенным на события. Показательные выступления спецотрядов, а также стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Сам сбор, по словам сотрудников, прошел плодотворно. Начальники подразделения вне ведомственной охраны разработали каждый свою линию работы на следующий год после новой информации и в соответствии с опытом своих коллег. Школьные завтраки и обеды продегустировали родители. Их приготовили специалисты скандально известного предприятия «Детское питание», которое обслуживает 65 школ города. На дегустации показали 22 блюда, среди которых супы, несколько видов каш, овощные салаты, рагу, омлет, творожная запеканка, котлеты, гарниры, выпечка и напитки. Директор предприятия «Детское питание» Ирина Истомина отметила, что продукты проходят строгий контроль, а старое оборудование практически полностью заменили на новое. В подобном формате встречи пройдут во всех школах города, которые обслуживают предприятия. Первой площадкой стала школа номер 47. Рязань подпишет новые партнерские соглашения с двумя итальянскими городами – Алессандрией и Генуей. Проекты документов утвердили на очередном заседании Городской думы. Дина Исляева продолжит. Соглашение о сотрудничестве с итальянскими городами Алессандрия и Генуей позволит сторонам обмениваться опытом и информацией, новыми технологиями, проводить выставки и ярмарки, организовывать совместные проекты. В частности, ведутся переговоры об открытии новых предприятий по производству сыра. Кроме того, планируется активизировать сотрудничество между Рязанским радиотехническим университетом и университетом в Генуе. Речь идет о совместных образовательных программах, обмене студентами, преподавателями и в перспективе выдачи дипломов международного образца. Напомню, Рязань и Алессандрия неоднократно обменивались делегациями, а в 2006 году подписали протокол намерений. В 2016 году был подписан договор о сотрудничестве с Генуей. Дина Ислева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Первенство города по буксировке лыжника впервые пройдет в феврале. Этот вид спорта относится к спортивно-прикладному собаководству. Несмотря на то, что дисциплина появилась еще в далекие советские годы, развиваться в нашем городе она только начала. Как хозяева их питомца готовятся к соревнованиям, узнала Мария Рудая. Вот так австралийская овчарка Луки тренируется со своей хозяйкой Екатериной. Спортивная дисциплина называется буксировка лыжника. Изначально данный вид начал развиваться на базе ДОСАФ и был не спортивным прикладным, а военным. Лыжник вместе с собакой пробегал примерно 800 метров до огневого рубежа, а там уже металлогранату. Со временем значение буксировки лыжником значительно изменилось. Суть данной дисциплины заключается в том, что собака буксирует, проводника на расстоянии полтора километра. При этом лыжник имеет право помогать собаке только в первые 10 метров после старта и во время поворотов. Все остальное время собака должна тянуть самостоятельно. Помимо самой буксировки здесь проверяется реакция собаки на выстрел во время движения. На тренировках укрепляется связь между хозяином и питомцем, а владелец приобщается к здоровому образу жизни. У Натальи Краснопольской аляскинский маламут Дюк. Собака крайне подвижная, может работать в упряжке. Вообще Дюк уже чемпион первенства России по спасению людей на воде. Это его благородная миссия. А для души другой спорт, который пирс тоже очень любит. Когда нам исполнилось 3 месяца, мы решили стать умными, хорошими, красивыми собаками. Нашли нашего любимого тренера Ирину Пец. Она воспитала нас, социализировала. И наступил такой момент, когда мы поняли, что нам нужно заняться спортом. Энергии в собаке очень много, ее нужно куда-то выплескивать. И буксировка лыжника для нас явилась оптимальным видом спорта. Заниматься буксировкой лыжника можно с собаками любых крупных пород. Главное условие – дрессировка и социализация. Собака должна знать и выполнять команды вперед, лево, право, тише, стой и рядом. На лыжной трассе питомец не может реагировать на других людей. У собак есть активная потребность в физических нагрузках. И таким образом мы реализовываем ее. При этом и собака получает драйв, удовольствие и сам владелец. И при этом кипучая энергия животного направляется в правильное русло. Наталья с Дюком имеют второй взрослый разряд по спортивно-прикладному собаководству. Супруги Екатерина и Александра со своими любимцами Шерлоком и Локи пока только начинающие спортсмены. Они молодые родители, но находят время на все. Они очень добрые. У нас специально выбирали породы, чтобы не агрессивные. То есть изначально породы выявлены, как собаки-компаньоны. Но это вот еще по ступу совместительству, а это подружейный пес. Но они очень добрые, детей очень любят и людей очень любят. То есть ни разу у нас не было замечено. Какое-то агрессивное. На замке катаются? Да, да, да. За хвост подергать. Екатерина с Александром, как и все остальные участники первенства города по буксировке лыжника, смогут официально получить свой первый спортивный разряд. Но самое главное – это те эмоции, которые получат и владельцы, и питомцы во время движения по трассе. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». 15 медведей, ламы, пеликаны и попугаи – все это только часть программы цирка династии Филатовых. На сцене выступают внуки народных артистов СССР с уникальными номерами. Дрессура, иллюзия, клоунада – что еще ожидает рязанцев в нашем сюжете. Знаменитая «Медвежья тройка» – это первый номер, который увидят рязанцы. Актеры рассказывают, что номер встречают на ура. Но это не единственный трюк в коллекции. Медведи ходят по краю манежа, а катаются на любом двухколесном транспорте, наверное, не хуже людей. «Медвежья цирка почему называется? Потому что в первом деревне разные номера, разные плюки делают артисты люди, а во втором деревне делают артисты медведи. То есть все, что есть жанры, можно увидеть на с первом деревне, там, или для катушек, или для лосиферии, жанр-ляж. Можно увидеть все это во втором деревне. Это будет делать наши слабые артисты, наши коллеги для работы». Всего бурых медведей в цирке Филатовых 15. Старшему 20 лет, младшим по полгода. К громкой музыке, яркому свету они еще не привыкли, но некоторые номера уже освоили. Как сюрприз, впервые на сцену именно в Рязани вышла юная косолапая артистка. Руководители подмечают, что каждый мишка исполняет свои трюки. Те, которые ему самому нравятся. «Открытие тот же трюк, и в самом деле чуть разных людей делают одинаково. Каждый звук отход, каждый делает освоенный. Поэтому, наконец, уже не смотришь, они подсказывают нам». Например, трюк с бревном придумал еще дедушка актеров. Подглядел в зоопарке, как медведи делают это в неволе. Потом перенес на цирковой манеж. Остальные трюки рождались примерно так же. Где-то увидели нечто интересное и воплотили на сцене. Медведи не единственные животные в программе. Рязанцы смогут увидеть верблюдов, лам, дикобразов, пеликанов и шоу «Одиннадцати аргентинских попугаев». К тому же покажут и другие полюбившиеся всему миру номера «Иллюзион», «Клоунада», а также «Гимнасты» и многое-многое другое. Премьера состоится уже в эти выходные 26 февраля в 17 часов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте «Город62.тв» и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok